Ливерпуль Мне кажется, что анализируя риски Клоп поступил рационально Во-первых, его ставка на Астон Виллу и Ко оправдалась Потому что ВСКМ все-таки очки отобрал С пенальти, без пенальти Там Манчестер Сити мог отыграться А мог еще раньше пропустить и третий И тогда бы ситуация была совсем другой Так что там по разному мог пойти тот матч Но сама ставка, что ни один из клубов в конце календаря Манчестер Сити Не сильнее Манчестер Сити Но кто-то из них, вероятно, все-таки очки отберет Она сыграла Так что бросать все ва-банк Ну это сейчас можно говорить Постфактум, когда мы знаем, как завершилась чемпионская гонка Бросать все ва-банк в том матче И рисковать проиграть Мне кажется, было не самой рациональной стратегией для Юргена Клопа Мне кажется, самую рациональную стратегию он придерживался Ну и, следовательно, проблема в том, что Тоттенхэм в домашнем матче Ливерпуль не смог обыграть Ну и в целом, даже перед тем матчем Даже по ходу того матча Позиция у Ливерпуля была проигрышной Проигрышной именно исходя из того, что у Сити уже был перевес в этой гонке У Сити есть опыт таких похожих гонок В том числе гонки с Ливерпульом Где тоже команда разделила одно очко Ну и учитывая, что эта гонка была Где обе команды мало очков теряют Так что, по-моему, даже еще до матча По-моему, Гвардиола это говорил Что может так получиться, что после этого матча Вообще у команд не будет потерянных очков Этот прогноз практически сбылся И, в принципе, я думаю Клоп понимал, что это возможно Но все равно из двух вариантов Из всех вариантов, где каждый Каждый из которых был проигрышным для Ливерпуля Он выбирал наиболее рациональный Так что я не на вашей стороне В этой цепочке рассуждений А на стороне Юргена